Далее новости спорта В Далее новости спорта В топ-десятку попали также Владимир Кулеев и Ильнас Мухамедзянов У девушек отличилась Кристина Знакова У нее 11 место А в Тюмени на всероссийском турнире среди лыжников-гонщиков отличился Максим Валикжанин В коньковой гонке на 15 километров он завоевал золотую медаль В пассиоте классическим стилем на 15 километров По итогам всех дней соревнований Валикжанин был третьим Попал в десятку сильнейших в этом виде программы и наш Константин Гловацких Далее о хоккее Накануне в Ижевске завершилась домашняя четырехматчевая серия Иштали На этот раз оппонентом местных металлургов стал хоккейный клуб «Саров» Почему этот поединок главный тренер Столиваров хочет забыть, как страшный сон Сейчас расскажет Татьяна Мальцева В преддверии этой встречи в стане удмуртской дружины вновь произошли кадровые изменения Во-первых, один из лучших игроков команды Дмитрий Моисеев Согласно договору о сотрудничестве отбыл в Череповецкую Северсталь Успехи на Ижевском льду не могли остаться незамеченными тренерским штабом клуба КХЛ Во-вторых, неожиданно для многих в заявке на игру с Саровым не было несколько опытных игроков Вместо них главный тренер выпустил на лед молодежь и прогадал Молодежь сегодня попытались включить, может быть, думали, они где-то на эмоциях сыграют Но не сыграли Эмоций в этом матче было много, но в основном не хоккейного характера Несколько раз на арене вспихивали боксерские страсти Вот тогда и появлялся азарт у игроков из стали Что же касается своей основной работы, то в этот вечер они ее выполнили спустя рукава В ворота Хижевчен побывало пять шайб и лишь однажды Столевары сами смогли огорчить галки Перасарова Да и играть в активный хоккей ижевские спортсмены начали только в третьем периоде Когда исход матча был уже практически ясен Поражение 1-5, пожалуй, самое крупное за последние несколько лет на домашнем льду Правильно вот сейчас сказали на входе ворища, что страшный сон такой За сколько? За прошлый год, за этот год еще не было такого поражения, чтобы вот так безвольно То есть и четвертая игра дает отпечаток Ребята видно, что очень подсели Одна пятерка, которая забивала, не может постоянно тащить на себя А другие пока на себя не берут Общий итог домашней серии нерадужный В копилке живчан 4 очка из 12 возможных И теперь им предстоит выездное турне Первой географической точкой станет Воронеж 1 октября Нишсталь там сыграет с местным Бураном А вот их младшие коллеги, хоккеисты Гладовского прогресса, тоже провели свои игры В Челябинске они встречались с местным Мечелом Результаты этих матчей были удивительными В первом поединке подопечные Сергея Кутявина буквально раздавили соперника 11-3 Во втором сами были разгромлены 2-7 В турнирной таблице прогрессовство сейчас на второй строчке А сейчас подведем итоги Слэш-хоккейного турнира Кубок главы Удмуртии, который собрал в Ижевске сильнейшие команды нашей страны Участвовала в этих соревнованиях и сборная Удмуртии, которая легко пробилась в финал Все подробности узнаете в нашем сюжете Вера Федорова на этом турнире не пропустила ни одного матча Студентка первого курса УДГУ любит спорт и она ярая поклонница хоккея Так что когда Вере предложили поработать волонтером на этом турнире, она не раздумывая согласилась Они очень сильные, не только физически, но и морально И это просто поражает Они прям вот кушат здоровьем, энергетикой, которая просто тебя заряжает и направляет на какие-то более, не знаю, даже какие-то такие поступки сделать Усовершенствовать себя, улучшить как-то Сильные духом все четыре команды боролись они в честной спортивной борьбе за победу Она досталась в итоге команде Удмуртия В финальном поединке подопечный Александра Ларионова разгромили хоккеистов московского клуба «Белые медведи» 6-1 У нас чемпионат России уже начинается 5 октября И этот турнир рассматривается как этап подготовки к чемпионату России Мы готовились 4 месяца И сейчас то, что готовили на сборах, на тренировках Мы стараемся это применить в игре и посмотреть, как все это работает Наша команда очень сильная Они уже очень долго занимаются, у них опыт Вот в том они и сильны Они считают, что уже наши олимпийские чемпионы многие и все они сильные В серебруде стало с белым медведем Брунза подмосковному Фениксу Все эти команды вновь встретятся на ледовой площадке 5 октября в Олексино стартует первый тур чемпионата России Играла и молодежная команда «Удмуртия» Наши ребята провели два матча с московским клубом «Белые медведи» В первом они уступили гостям 0-1 Но во втором одержали победу 3-1 Став в итоге победителями Кубка главы «Удмуртии» Ребята в принципе все молодцы Держались очень достойно И соперники очень сильные были Удача была на нашей стороне Вот и мы выиграли В следующий раз может они выигрывают А так в жизни-то они все друзья все сильные Иоганболи и Ижевский университет на выезде провел очередной матч национальной суперлиги В Уфе подопечные Роберта Минабудинова встречались с местной Алисой Счет встречи 31-21 в пользу ижевчанок Это первая победа университета в сезоне Следующий матч пройдет 19 октября в Ростове-на-Дону с местной командой Все новости спорта у меня на сегодня С вами прощаюсь До встречи в эфире